Интересно, знаешь, как вот получается с годами, да, получается, как меняется, меняются вкусы, меняются, какие-то даже взгляды на определенные вещи, да? Взгляды меняются, это точно. Взгляды меняются, это точно, да. Знаешь, вот как помнишь, когда совсем вот юный, да, там 16-15 даже лет, кажется, ты все понимаешь, ты умнее, чем родители, ты вообще такой умный, ну прям вообще. Потом проходит чуть-чуть время, начинаешь понимать, что не так все выглядит, но все равно с годами, каждый вот отрезок времени, да, там прошло 10 лет, смотришь назад и думаешь, я тогда думал, что я вот все вижу правильно, там все понимаю, а время проходит, да, начинаешь понимать, что нет. Вот точно, как ты говоришь, ты знаешь, я вспоминаю, что когда, ну мне конкретно было, да, там 15 лет, мне казалось, я все знаю. Да. Мне казалось, я все знаю, и на тех, кто там не просто старше даже, а того, что старше, то, что, к примеру, люди там выбирали какой-то жизненный путь, да, я их считал, ну вообще неудачниками, нечего положения, вообще просто ошиблись в своей жизни, знаешь, что, как мама мне говорила, сынок, я мечтаю, чтобы ты был моряком, чтобы ты пошел в армию, был моряком. Я говорю, мама, нет, говорю, в 18 лет я пойду быть не моряком, в другое место. То есть ты уже на тот момент понимал, куда тебя направят жить, да? Да. Идя такими путями. Да, ну я это, говорю, говорил, говорил, ну в общем, знаешь, интересно то, что вот сегодня мы смотрим на молодежь, да, и мы понимаем, что он сама подумает, кто может сегодня изменить мышление молодежи, только Дух Святой. Да, однозначно. Окей, американо? Да, американо, да. Кофе американо? Да. И два оранжа? Оранжа, да. Да. Это все? Помогу? Окей, да. Окей, да. Окей, да. Посмотрим, что видишь. То есть получается, как, в принципе, взрослого человека, но молодежь, и я понимаю, только Дух Святой может коснуться молодежи. Вот, к примеру, когда я был юным, я вот вспоминаю, чтобы Богу привести меня к покаянию и к посвящению. Да, да. Посвящению ему полностью, да, то нужно было пройти такой путь мне, да, тяжелый, чтобы сломать мою гордыню, чтобы вообще буквально, чтобы моя жизнь уже была практически оборвана, да? Это точно, да. Иначе? Да что, я был гордым. И при этом я считал, что я верю в Бога. Да, да, да. Мы ходили, ты помнишь, да, там, наших друзей этих, там, помидора там старшего, ну, разных там, да, там. И мы, получается, приходили в православную церковь, там внизу в рабочую. И давали бабушкам деньги, которые сидели там, ну, и мы считали себя святыми. И потом я заходил, и там икона Николая Угодника. И каждый раз я подходил, и нас так научили, что это покровитель, в общем, таких ребят, как мы, в общем. Вот, ну, к сожалению, этот покровитель, он совсем не покровитель таких, как мы. Да. Да. И, вот, и, конечно, все это было, хотя мы были искренними. Да. Американо? Да. Мы были искренними, это правда. Так интересно, что ты, получается, верил в Бога, вот как ты понимал, да? Да, да. А я не верила, потому что меня этому никто не научил. О, спасибо. У тебя перед моими глазами была бабушка, да? Да. Которая верила в Бога. И вот ты вот с самого маленького понимал, что Бог есть. Да. Как ты говоришь, что я однажды у бабушки маленькой спросил. Да. Там бабушка, а есть Бог? Да. И она, ты говоришь, так зад... Мы пасли коров, и она, она так стоит, она же молилась каждый день. Именно. Каждый день. И, получается, а я спал как раз в той комнате, где вот были иконы, и она молилась на коленях каждый день. И, получается, я это все видел, а потом мы пасли коров однажды, и там такие луга, знаешь, ну ты же видела, да, Белоруссию? Конечно. И она так стоит, смотрит на небо, а я, как знаешь, не задаю этот вопрос. Вот представь, совсем маленький, бабушка, а Бог есть? И знаешь, она вот молчит, и смотрит так проницательно, так в небо, и молчит. И потом, после такой паузы, да, говорит, да, внучка, есть. И оно как только раз, и все, я понял. Но первый раз я помолился, когда мне было 15 лет. И получил ответ. Я молился в карцере, оказавшись в карцере, в спецучилище. И там, находясь в карцере, я был очень запулом. Мне было 15, мне уже говорили, что я буду там до 18. И каждый день нас избивали очень сильно. Ну вот я был один в карцере. В 6 утра забирали макрас, скатку. И нарка была такая, как полоски, просто ледяная. А сколько дней ты там пробыл? Там вообще, ну, как порядок такой, максимум трое суток. А я четверо был. И на самом деле, ну, что такое 15 лет? Это мы тогда думали, что мы все понимаем. А, честно, мы знаем, это ребенок. Это ребенок. Да, это ребенок. И ты знаешь, получается, вот что происходило. В 10 вечера они давали матрас и забирали его в 6 утра. А я остановился на коленях днем. И вот как бы нарка была, да, вот, плечом я ее касался. И стена. Вот я стою на коленях. Такое узкое помещение, в общем. Да. И там окна, его как нет. Там много-много-много решеток. И такие решетки, как не решетки, а вот просто лист железа. И он просверленный дырочками, знаешь, там. И потом еще куча всего, ничего не видно вообще абсолютно. И я помню, я так просил Бога, знаешь, вот, чтобы он сделал это чудо, освободил меня, да. А служба режима, они очень издевались, очень. То есть ты в туалет бросишься, там, они тебя не пускают. Потом без причины просто открывают дверь и начинают тебя бить по почкам, отбивать почки. А потом только в туалет тебя выпустили, кричат «Назят! Бекон!». Это был, ну, просто такой, знаешь, трэш. Невероятный. Дурдом такой был, да. Я, конечно, был немножко шокирован тем, что вот я там пережил. И вот тогда я первый раз помолился, и я увидел реальность Бога. Понимаешь? Да, да. Что Бог мне ответил. И для тебя это было как подтверждением бабушкиных слов, что все-таки реально Бог есть. Да, да. Я вообще с того момента каждый раз, как только у меня была критическая ситуация, я всегда обращался к Богу. Да. Всегда обращался к Богу. И выходит так, что вот это моя молитва всегда, и всегда я получаю ответы, да? Угу. И тут происходит что-то, вот да, со здоровьем. Ага. Ну, это уже было провидением бочек. Я молюсь за лекарства, чтобы Бог мне дал лекарства. Да. Бог отвечает. Угу. Но мне лучше не становится. Угу. Угу. Я молюсь за то, чтобы мне попасть там к одному доценту. Я попадаю, но лучше не становится. Молюсь, чтобы попасть в институт гастроэнтерологии в Днепре. Попадаю. Но там мне вообще плохо становится. Угу. И уже четыре с половиной месяца последнего, вот когда прошли, то, честно говоря, это был финиш. Это было все. И вот таким образом Бог меня привел к тому, чтобы я не просто получал ответы или просто верил в Бога. В статистических ситуациях, да. Да. А чтобы я посвятил ему свою жизнь на служение, то есть как бы смирился перед ним и стал ему служить. Да. Вот многие люди, они сегодня даже не понимают, что они еще не дошли до той точки, где они себя ложат на алтарь, где они себя отдают Богу, да. А они буквально хотят, как вот я это тогда делал, да, использовать Бога, да. Да, да, да. Вот так интересно мы видим, как две позиции человека, да. Да. И одна позиция – это просто Бог нужен тогда, когда какие-то ситуации или критические, или когда, ну, необходима помощь, или когда что-то нужно. Да, да, да. Вот тогда Бог нужен. А когда все хорошо, Бог не нужен. И мы столько раз видели таких людей. Я помню, еще давным-давно, еще в Днепре тогда мы были, и у нас там уже на тот момент была очень такая большая, хорошая церковь, и пришла одна девушка. Ага. Помнишь? И она получила там невероятное исцеление. У нее, это, у нее, помню, да, были такие вот ноги, прям такие толстые, и какая-то у нее болезнь была, что были опухшие такие, хотя девчонка молодая, опухшие ноги, и там были какие-то жуткие проблемы с ногами. И она во время молитвы получила полное исцеление. И как раз вот почему я еще так сильно ее запомнила, что она, стоя на сцене тогда, помню, когда даже она свидетельствовала, она говорила, все, теперь я буду с Богом всю жизнь, я никогда его не оставлю. Такие очень серьезные слова. И это как-то так запало мне в сердце, да? Ну да. А потом прошло какое-то время, очень короткое, и я не вижу этой девушки. А я как раз тогда еще занималась новообращенными людьми. И, получается, мы, я школу для них вела, то есть я их видела всех. И всех знала. А ее нету. Нету и нету, нету и нету. Пропало. Ага. И потом ты мне рассказываешь. По-моему, вот именно в тот раз меня с тобой рядом не было. Это ты мне рассказал эту историю. Что ты шел и встретил эту девушку. Просто на улице. И ты остановился и начал спрашивать, как ее дела вообще. И спросил, почему ты не ходишь в церковь, мы тебя, ну, не видим. А она настолько была такая уверенная в себе, ноги не болят, выглядит нормально. И она, да-да-да, ну, приду и так посмеялась. То есть всем своим видом показывая, что оно вообще ей не нужно. И тогда, помнишь, мы просто говорили с тобой, что насколько человек может так вот, используя Бога, потом просто разворачиваться спиной. Мы так удивлялись, что получив такое исцеление. Поняв, что Бог реально есть. И просто отвернуться и пойти жить своей жизнью. Вот у тебя этот случай запомнился. А у меня запомнился случай другой, который вот почему-то вот запал мне в памяти. Однажды одна девушка, ты сейчас вспомнишь. Она, получается, родила ребенка. И у ребенка была киста в головном мозге. Да. Вспоминаешь, да? Конечно, да. И ребенок вообще просто кричал, как резанный, да. Он так страдал. Она так страдала. И вот наши братья и сестры раздавали, получается, газеты. А она шла по улице. И вот ей дают газету. И она просто берет ее как последнюю надежду, да. И она приходит на Ледовый дворец, на Круссейд. И раз, и Дух Святой исходит. Слово знания, Дух Святой исходит. И она реально переживает исцеление для своего ребенка. Да. И идет в больницу. Ребенок полностью исцелен. Кисты как будто бы и не было. Невероятно, да? Да. И вспомнишь, что она говорила. Это было служение на шельнике. Да. И она говорит, я клянусь, я даю обещание Богу, что я буду служить ему всю свою жизнь. И вот она дает эти клятву все. А я помню, я так слушаю еще, и у меня тут какой-то восторг прям, знаешь, думал, вот это, вот этот человек, да, дает. И, прикинь, проходит чуть-чуть времени, и это был ужас. Она отступает, ну, вообще бросает церковь. И она начинает еще на меня гнать конкретно, на меня что-то говорить, что наша церковь какая-то не такая, что я какой-то не такой, что я неправильно что-то там учу. И, знаешь, это был шок для меня. И я понял тогда, что люди, они в одном состоянии находятся, когда им нужна помощь, и они совершенно в другом состоянии находятся, когда они уже получили помощь. Да, 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 да. Понимаешь, то есть они открываются другими людьми. И вот очень важно в нашей жизни, это вот как мой такой вывод, да, потому что мы все похожи, да? Да, конечно, все люди, да, похожи. Ну, храни нас Бог, чтобы мы так поступали, но... Ну, изначально как бы, вот отправная точка у всех, она, в принципе, одинаковая. Все приходят к Богу... Да, просто выбор потом. Потому что, да, нужда какая-то, да? Ну вот, понимаешь, очень важно для человека прийти к точке посвящения, не к тому, чтобы Бог дал тебе что-то. Бог даст тебе всегда ответ на молитву, а прийти к той точке, чтобы ты дал Богу свое сердце. Да, да. Вот Он завет, вот это счастье, вот эта победа, настоящая победа в Боге, когда мы посвящаем свою жизнь Ему, и когда мы следуем за Ним, куда бы Он нас ни повел. Субтитры создавал DimaTorzok